Шалом. В одной стране шел процесс, процесс над преступником. Его осуждали суди. И вот в какой-то момент на одном из заседаний вот этот преступник попросил, чтобы ему принесли одежду. Одежду из его камеры, одежду, которой он был взят, вот когда его арестовывали. Вот ему принесли эту одежду, он так одел, и вдруг встанет судья, один из судей, и говорит, ребят, я не могу этого человека больше судить, я не могу участвовать в этом процессе. Вы спросили, почему? Потому что год тому назад этот человек спас жизнь моей семьи. Вот сейчас, когда он одел вот эту одежду, я вспомнил вдруг этого человека. Дамы и господа, в нашей жизни часто происходят вот такие вот суды, судилища. Часто перед нами сидит преступник. Не важно, он сидит, он стоит или он на коне, или он у самых высот, и его начинают осуждать, обсуждать, судить, забрасывать камнями. Но как бывает, ты вдруг вспоминаешь, что вот этот вот преступник, ну так во всяком случае про него говорят, он помог, спас, оплатил, массу-массу вообще подарил, неважно. Мы вспоминаем тут же закон Торы, который говорит, если ты находишься в родственной связи с человеком, который на суде, ты не можешь выступать свидетелем против или за, потому что твои чувства не дают тебе это сделать. А чувства это самая сильная вещь. И вот мы часто в жизни эти чувства теряем. Мы живем сегодняшним днем, это правда, это хорошо, но тот, у кого нет прошлого, кто забыл добро, у этого человека проблема. И как не тяжело в какой-то момент сказать, ребят, я не могу участвовать в обсуждении, в осуждении, потому что он или она, неважно, они помогли мне. Это дилемма очень сложная, тяжелая дилемма. Дилемма в том, что выбрать между благодарностью и справедливостью вот своей внутренней. Не случайно из книг царя Соломона иногда ты чувствуешь, что не иди по справедливости, иди по мудрости, а может быть по благодарности. Тяжелое чувство справедливости, тяжелое, оно переменчивое. Помните, сколько раз в 30-х годах того столетия там началось вот это, враги народа и так далее, и их осуждали, и все вставали на ДБ, они враги народа, а потом выяснялось. Через много лет что-то порядочные люди, не виноваты ни в чем. И часто, не выясняя до конца или не имея своего собственного мнения, своей мудрости, мы устремляемся вот этой справедливости, забываем благодарность, такое чувство прекрасное, забываем какие-то вещи и идем вперед. Бог наделал человека совокупностью медот. Вот медот это разные качества эмоциональные, они разные. И даже когда одна из них выбегает далеко вперед, знаете, такой спринтер, другие ее должны компенсировать, стабилизировать, балансировать, как хотите. Поэтому к финишу должны прийти вот эти чувства вместе. Дай Бог, чтобы у нас эти чувства раскрывались всегда вот в гармонии. Шалом-шалом.